Дневной видеобрифинг Фрэш. Меня зовут Дмитрий Шагардин. Напоминаю, что это не первое и не последнее мероприятие от брокерской компании Кинфинанс на сегодня. В 9.45, напомню, Василий Бекенко представлял нам обзор на открытие торгов в Москве, перед открытием торгов в Москве. В 1.00 часов не так хорошим чартам Елены Беляевой, техническая картина рынка российского. В 12.00 часов сейчас Фрэш. В 5.00 часов мы с Василием предварительные итоги торгового дня подведем, обсудим основные идеи, идеи на день завтрашний. И в 17.30 Олег Рот представит видеобрифинг «Статки сделаны», на котором будут обсуждать торговые идеи, конкретные идеи по российским голубым фишкам. Ну, а сейчас давайте будем переходить к нашему торговому терминалу информационному, терминалу Bloomberg и терминалу Quick и обсудим текущий расклад сил на мировых рынках. Фондовая Европа сейчас подрастает у нас где-то на 1,5%. Динамика здесь постепенно улучшается. С утра рост не был таким серьезным, но мы видим, что до 12.00 часов по московскому времени у нас такая резкая восходящая динамика по европейским индикаторам. Хотя, как мы видим, российский рынок чувствует себя обособленно, а уже растет на 4%. В общем, по Европе картинка следующая. Повторяется история вчерашнего дня. У нас лучше рынка в Европе смотрится финансовый сектор, и среди этого финансового сектора очень неплохо торгуются в очередной раз банки. BNP, французский, Societe Generale, рост там от 4 до 5%. Итальянские банки не отстают, несмотря на то, что вчера рейтинговый агентство Moody's понизило на одну ступеньку кредитный рейтинг банков Intesa San Paolo. Вот они на ваших экранах есть. Unicredit Spa и еще банку Santander. Еще нескольким банкам, в общем-то, не реагируют на заявления агентства Moody's сегодня инвесторы и продолжают покупать акции финансовых организаций европейских. Во многом это связано с тем, что Европейская служба банковского надзора планирует провести новое стресс-тестирование с учетом наихудшего сценария по развитию ситуации в связи с реструктуризацией греческого долга. Фондовая Азия закрыла день крайне неплохой динамикой. Австралийский индекс S&P SX200 закрылся ростом почти на 4%. Гонконг прибавил 5,5%, японский Nikkei плюс процент 60%. Здесь, в общем-то, все очень неплохо. И вчерашняя динамика очень неплохая. Очередной ралли на рынке американском по сводному индексу S&P SX500. Мы прибавили проценты 70% и достигли того уровня, который мы вчера говорили, 1150 пунктов. До него дошли, чуть-чуть не соскучили, но тем не менее, здесь ситуация очень неплохо складывается на самом деле. И может продолжиться, что самое важное. Фьючерсы на американский индекс к текущему моменту начали расти, хотя утром динамика была такой, можно сказать, невнятной. Но вот после 10 часов и после 11 часов, после открытия торгов в Москве и после открытия торгов в Европе, фьючерсы на американский индекс демонстрируют рост и сейчас торгуются на дневных максимумах. Хотя азиатская сессия, мы видим, проходила в таком несколько нейтральном, легконегативном ключе. Но сейчас ситуация, я напомню, спокойная и все довольно-таки хорошо. На рынке нефтяном, на рынке сырьевом динамика положительная. WTI котировки прибавляют процент и одну десятую. И текущие котировки и абсолютные значения по WTI 80 долларов с половиной. Это очень-очень неплохо. Вчера выходила статистика по запасам нефти нефти продуктов США, которая отразила очень сильное снижение запасов как по нефти, так и по бензину. Но сейчас мы обязательно посмотрим эти цифры. Ну, кроме нефти, золото подрастает, возвращается ликвидность на рынке. И поэтому инвесторы, которые активно продавали золото, традиционный защитный актив, сейчас вновь к нему возвращаются. Также подрастает у нас серебро. В общем, мы видим весь зеленый цвет. И зеленый цвет везде практически по сырьевым активам, что, в общем-то, неплохо. Из по нефти давайте еще раз график глянем. Наш традиционный график по нефти. Сейчас на наших экранах недельная картинка по марке Brent. Мы, напомню, тестируем сейчас в текущие дни, на текущей неделе, если мы смотрим недельный график, долгосрочный восходящий тренд, который берет свое начало с минимума 2009 года. И, в общем-то, мы говорили о том, что, скорее всего, сходу инвесторы не сдадут этот уровень. И борьба идет в течение всей этой недели за уровень выше 100,5 долларов за баррель. И, по всей видимости, пока будем стараться этот уровень удерживать. По крайней мере, на недельном графике здесь мы видим, что пока хвост мы нарисовали ниже этого уровня. Но пока держимся выше, и это создает некие предпосылки очень неплохие для отскока наверх и по нефти. Вчерашние данные, которые были публикованы по этому рынку, давайте их посмотрим. Как мы предполагали, вчера очень неплохой отчет мы получили по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики. Я напомню, что вчера ночью в час по первому полмоскве, то есть в ночь с понедельника на вторник, мы получаем традиционную статистику от Американского института нефти, который нам показал снижение на 3 миллиона баррелей по нефти и на 5 миллионов баррелей по бензину. Говорила нам о том, что, скорее всего, и данные от Департамента энергетики американского, то есть официальной статистики, которая вчера была опубликована на 18.30 по московскому времени, не будет, выйдет не в рамках ожиданий, хотя, напомню, ожидания по запасам нефти были в рамках плюс 1,5 миллиона баррелей, но по факту мы вчера получили минус 4,5 миллиона баррелей, то есть значения вышли, нам кардинально отличались от ожиданий рынка, мы получили серьезнейшее снижение запасов нефти, естественно, это очень сильно поддержало нефтяные котировки. Та же ситуация сложилась и с запасами по бензину, рынок ждал роста запасов бензина на 1,5 миллиона баррелей, в результате получил снижение на миллион с хвостиком по запасам бензина, что, в общем-то, тоже очень хорошо, естественно, поддержало котировки, в первую очередь, WTI, ну и бренд, естественно, тоже за ним потягивается. Я напомню, что котировки WTI недавно стоили по 75 долларов за баррель, сейчас уже торгуется на уровне 80,5 долларов за баррель. Вот такая картина, очень неплохо, ну и, честно говоря, все это было довольно-таки ожидаемо, поэтому рынок нефти по-прежнему отвоевывает свой долгосрочный восходящий тренд, здесь все довольно-таки неплохо. Сегодняшний день для фондовых рынков обозначен крайне большим числом различных экономических событий, которые сегодня будут происходить. Прежде всего будем отмечать, отметим данные по промышленным заказам Германии, они были публикованы у нас в 2 часа по московскому времени. Пока рынок, согласно августовским данным, не ждет изменения в промышленных заказах после довольно-таки пессимистичных цифр, которые мы получили в июле. Но посмотрим, посмотрим, если цифры окажутся получше, чем 0% по августу по промзаказам Германии, то и бесспорно это будет некий позитив для рынков европейских. В 5 часов по московскому времени решение по ставкам примет Банк Англии. Здесь не ожидается пересмотр базовой процентной ставки, здесь идут разговоры о введении новой программы количества включения со стороны Банка Англии, поэтому очень интересно будет почитать решение. В 15.45 по Москве свое решение будет принимать Европейский центральный банк. От Европейского центра банка не ждут изменения процентной ставки, я помню, текущие котировки. Текущая ставка это 1,5%. Но особое внимание будет привлечет после этого решения официального пресс-конференции Жанна Клода Трише, пока еще действующего главы Европейского центрального банка. Он выступит на конференции в 16.30. В прямом эфире можно будет послушать то, о чем будет говорить Трише. Все от него ждут каких-то намеков по поводу снижения процентных ставок на будущем уже заседании, когда он уже не будет главой ЕЦБ. И если такие заявления прозвучат, то это бесспорно будет таким негативным фактором для котировок евро, которые могут откатиться вниз. Далее в 16.30 первичные заявки на пособие безработицы за прошлую неделю. Здесь рынок ждет роста на 20 тысяч новых заявок. Напомню, что очень неплохие цифры мы получили в прошлой неделе, 391 тысячу всего. И, по всей видимости, отскочим несколько вверх от этих значений. И помимо этого я бы обратил внимание, у нас в календаре здесь в лунберге не указано, очень интересный отчет будет от казначейства США, от американского казначейства, которое публикует отчет по притоку иностранного капитала в Трежерис американский. Я напомню, что недавно совсем была запущена операция ТВИС, так называемая, и очень интересно будет посмотреть в отчете, который называется в народе отчет H.4.1. Ну, это так уже, как бы говорит, более профессиональная точка зрения. Но очень внимательно надо отслеживать динамику покупок Трежерис со стороны нерезидентов. То, как оценивают то, как нерезиденты оценивают текущую ситуацию в американских Трежерис, покупают либо продают. Очень интересно будет посмотреть. Бесспорно окажет влияние на ход фондовых торгов. Но этот отчет будет опубликован в 23 часа по московскому времени. Ну и напомним, завтра крайне важный отчет. Завтра день рынка труда, о котором мы с Василием очень много говорили. В 16.30 будет опубликован завтра весь блок статистики. Пока что рынки ждут от этих данных роста на 59 тысяч в несколько хозяйственных секторе. Это так называемый Non-Farm Payrolls, NFP. Его сокращение, вы тоже можете часто встречать его в финансовой литературе. Также получим цифры по числу изменений числа, занятых в частном секторе и изменений числа, занятых в промышленном секторе. Вчера мы получили статистику от агентства ADP, это изменение числа, занятых в частном секторе, согласно которому рост состоял 91 тысяча. Ну и пока что по пятничным данным тоже рынок ждет 91 тысяча от изменений в частном секторе. Но я напомню, что рынки больше смотрят на данные по Non-Farm Payrolls и здесь ожидание 60 тысяч. Честно говоря, слабо верится, что мы увидим эти цифры. И прежде всего это связано с опубликованным вчера композитным индексом ISM для непроизводственного сектора. То есть сектора услуг, который оказался чуть хуже, чем месяцем ранее, но чуть лучше, чем прогнозы, но в компонентах в этом индексе ISM для сектора не промышленного, для сектора услуг очень важно было посмотреть на цифры по занятости, как раз компонент занятости. И сегодня на сайте Bloomberg вы можете посмотреть вкладку в традиционную Chart of the Day, согласно которой говорится нам о том и красочно рисуется о том, что, как правило, индекс ISM в секторе услуг, которые мы вчера получили, этот индекс является очень неплохим, очень неплохим опережающим таким показателем для тех самых Non-Farm Payrolls, о которых мы сейчас с вами говорили. Вчерашний компонент по занятости в индексе ISM Services, он скатился на уровень 48.70 пункта, ниже важного подраздела 50 пунктов. Это значит, что компании не нанимали новых работников, и, соответственно, это может говорить о том, что мы не получим завтра цифр по Non-Farm Payrolls очень хороших, и, скорее всего, мы, наоборот, увидим снижение. Увидим снижение. Ну вот тот график, который у вас сейчас на экране, красочно об этом, я думаю, что говорит. Вчера мы получили опережающие данные от ISM Services. Ну, к сожалению, это нам не дает определенного оптимизма по поводу завтрашнего дня, но посмотрим, посмотрим. Цифры могут быть любые, но пока опережающие индикаторы говорят, что цифры завтрашние будут не очень приятными. Давайте теперь обратимся к рынку российскому. Российские фондовые индикаторы открылись сегодня очень неплохим ростом. Сейчас мы прибавляем почти что 4%, 3,8% по индексу МВБ. Вчера, напомню, мы никак не реагировали на рост европейских фондовых индикаторов, и сегодня по полной программе отыгрываем все, что не добрали вчера. Финансовый сектор в России теперь чувствует себя намного лучше. Вчера он был в аутсайдерах, но сегодня мы видим лидеры роста, так же, как в Европе. И подрастает нефтегазовый сектор, энергетика, все подрастают в рамках 4%. Чуть хуже себя чувствует сектор телекоммуникационный, плюс 3% прибавляет, чуть более 3% прибавляет. В общем, динамика по индексу МВБ у нас на ваших экранах в торговом терминале КВИК, вы можете сейчас увидеть. Сейчас мы достигли коррекции от падения октябрьского на 38%, и где-то здесь мы сейчас затормозились. Я напомню, что коррекция от падения в сентябре, от падения составила 1420 пунктов, ровно 50% от этого снижения. Сейчас от октябрьского снижения, я напомню, 38% отыграли, а 50% если мы повторим движение по сентябрю, то, в общем-то, пик этого движения может быть в районе 1330 пунктов по индексу МВБ. Почему мы можем достигнуть этого уровня? В принципе, мы можем даже и завтра достигнуть. В первую очередь я связываюсь с движением индекса S&P 500, который сохраняет свой рост в рамках своего нисходящего канала. Он оттолкнулся от нижней границы. Сейчас вы на экранах на своих это прекрасно увидите. Протестировали мы совсем недавно отметку 1100 пунктов. Важный технический уровень со всех точек зрения. Оттолкнулись уверенно и вторую сессию подряд. Американские фондовые индикаторы S&P 500 демонстрируют сильнейшее ралли. И целью этого ралли вполне может выступить отметка 1180 пунктов, до которой индексу S&P 500 осталось, как мы видим, на экранах 2,7%. Вполне, вполне это ралли может продолжиться, потому что мы видим в предыдущей неделе, мы четко торгуемся в рамках вот этого канала, это отражает крайне высокую волатильность, очень сильные изменения, то вверх, то вниз мы наблюдаем. И судя по тем движениям, которые мы наблюдали чуть ранее, мы могли расти по индексам S&P чуть ли не в течение 4 сессий подряд и показывать динамику по 6-7% за несколько торговых сессий. И сейчас аналогичная картинка рисуется, поэтому я бы не исключал рост индекса S&P до отметки 1180 пунктов. Вчера мы ожидали увидеть 1150, мы их увидели, поэтому я бы не исключал достижение этого уровня, после которого, естественно, очень сильный откат вниз. Пока ожидания такие, и по-прежнему, в общем, рекомендую очень внимательно относиться к росту. И пока что расцениваю откаты по фондовым индикаторам как возможность для открытия новых шартовых позиций. Ну, в нашем случае, я думаю, что 1330 мы вполне можем-то, в общем, и нарисовать на таком рынке, после которого, возможно, последует откат. Ну, как сложится ситуация, посмотрим. Своим мнением высказали. Всем большое спасибо. На этом будем заканчивать наш дневной видеобрифинг. Спасибо всем за внимание. Читайте нашу аналитику на сайте broker.kf.ru и видео мы укладываем на сайте youtube.com broker.kf. 5 минут в чате буду оставаться. Всем большое спасибо.